У нас вторая команда, которая приехала. Леди, леди. Да, она прям богиня. Какие цены на франшизу? Это золотая курочка, она несет яйца. С точки зрения бизнеса это очень правильно. С точки зрения клиента это страшно, обидно, страшно, бесит. Я нашел трех человек, которые очень хотят у меня работать. Мне нравится, как он говорит, наш краду. Почти две тысячи долларов в день. Если можно украсть, у вас обязательно украдут. А тут бабуля поплыла. Хорошая девочка, полтора миллиона кредитных денег сольет сейчас. Тогда у тебя открытие. Возникло ли у тебя желание, а ну и вы все. Результата ноль. Ну, говнопродукт, то что я называю. Но эта тема мне больше не интересна. Всем привет, друзья. У нас новый выпуск. И сегодня к нам приехала Светлана. Приехала из Москвы. Сегодня у нас второй эфир со Светланой. Сегодня будет не только она, но и будут те участники, которые претендуют на то, чтобы стать членами ее команды. Но самое главное, что я сегодня хочу узнать, не передумала ли Света вообще открывать этот бизнес? Потому что вы написали огромное количество комментариев. Спасибо вам за это. И многие написали, люди, которые были в теме, что написали? Они, те, кто в теме, сказали, что гиблое дело. Те, кто не в теме, говорят, Света, давай, только вперед, держись. Но, мне кажется, у Светы, так как она несла все эти предоплаты, заказала это оборудование. Мне, кстати, ей там советовали, что оборудование можно было купить на распродаже. Мы тоже ей об этом говорили. Да, но вот все она заказала. То есть торговый центр что делает? Торговый центр знает, он много видел таких предпринимателей, новичков, он знает, что она разорится скоро. Как только у нее закончатся деньги, они съедут. Поэтому торговый центр понимает, что надо, пока новый пришел предприниматель, неопытный, надо с него выкачать деньги по полной программе. И вы, как предприниматели, тоже должны знать и помнить о том, что в принципе в этом нет ничего плохого. То есть вы должны монетизировать все по полной программе. Они получали клиента, его монетизируют. Они понимают, у клиента все равно скоро денег не будет. Они могли бы сказать, к нам это не имеет отношения, но они продают ему все, причем на жестких условиях. И с точки зрения бизнеса это очень правильно. Это правильно. С точки зрения клиента это страшно, обидно, страшно, бесит. Но, блин, деваться-то некуда. Понимаете, это большой бизнес. Торговый центр это большой бизнес. Большой бизнес не может быть мягким. Если он будет мягким, и от него тут же все отгрызут и ничего не останется. А я присяду. Ты так хорошо говоришь. Я думаю, что самое время начинать наш выпуск, пойти к ребятам, узнать. Они уже, насколько я знаю, есть. Никуда не пойду. Сергей остается. А я, друзья, ухожу, потому что нас ждет что-то интересное. Смотрите до конца и не забывайте подписаться на наш канал. Пошли! Ну, привет! 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 Все ожили, все приехали и все доехали. Ну, во-первых, мы рады вас видеть. Такой почетной компанией. Вы у нас вторая команда, которая приехала. Расскажи, сколько времени мы не виделись? Три недели. Три недели. Что, расскажи, нам произошло за эти три недели? Меня интересуют два момента. Первое. Ты выполнила задание. Молодец, мы посмотрели. Мне бы хотелось услышать твои заключения по этому поводу. У тебя были задания. Давай, ты расскажешь нам, какие задания были и что ты по этому поводу вообще поняла. Потому что, по сути, все задания касались определенного анализа для того, чтобы ты могла принять окончательное решение в той или иной точке. Да, у меня было задание выяснить условия работы с поставщиками, сделав акцент на возможности работы под реализацию. Второе задание – это проанализировать, какие франшизы есть на этом рынке. И третье задание – провести собеседование с кандидатами из этой сферы, чтобы получить у них информацию о возможном обороте подобных магазинов, об ассортименте, покупательском спросе, об уровнях зарплат, ностей, мотивации. Все, что касается работы в этой сфере. Что касается первого задания – работать с поставщиками. Ожидаемо для меня это было под реализацию. Тем более на условиях выгодных клиентов не работает никто. Если они соглашаются в индивидуальном порядке, когда-то с крупным клиентом работать, но на невыгодных условиях цена будет больше. То есть нужно все покупать? Да, нужно покупать. Там было, что кому-то можно возвращать вроде бы. Да, вот это очень удобный вариант, что можно вернуть непроданный товар. Второе задание – это возможные франшизы. Судя по тем франшизам, которые я нашла, это очень дорого. Какие цены на франшизы вообще расскажи? У нас же есть еще зрители, просто из интереса. Сколько стоят франшизы на такие вот магазины или что франшизы продают? Я прямо скажу, что франшизы подобных магазинов нет. Была на одном сайте с очень схожим с моим ассортиментом компания. У них заявлена франшиза на сайте, но по факту ее нет. И нет уже давно, и не будет, они отказались. Все остальные франшизы, которые мне удалось найти, это ассортимент более дорогой. Это золото в основном, серебро как дополнительный ассортимент. И драгоценные камни, полудрагоценные в некоторых случаях. Франшизы очень дорогие. Там есть и 15 миллионов, но это, как правило, бриллианты, уже золотые бриллианты. Есть франшиза и 8 миллионов. А за что эти деньги? Это стоимость бизнеса получится с открытием магазина, с закупкой товара? Или это просто взносы? Что это? Это инвестиции. В большинстве франшиз нет ройалти и нет повышенного взноса. Либо ройалти очень формальный. То есть они просто себе ищут тех, кто будет продавать их товар. Да. Они ищут оптовых клиентов, я так подозреваю, которые можно сразу же продать большой чек, и это называется франшиза. Ну, скорее всего. Более того, это не очень выгодные условия, потому что есть там один случай, я не буду называть, что это за компания, они предлагают закупать на 8 миллионов товар, причем по розничной цене. То есть не по оптовой, а уже с ценниками готовые. И ты просто берешь себе фиксированное вознаграждение 27% с каждого проданного товара. То есть, по сути, они просто продают товар со скидкой 27%. Ну, такой вот хитрый. В рознице на это не проживешь. Да, ну то есть это... Но зато подумайте, с точки зрения предпринимательства, я всегда вот восхищаюсь и поражаюсь этому, да, то, с чего мы начали, в общем-то, выпуск, что те же торговые центры, они не просто торговые центры, они, например, заставляют тебя покупать их оборудование, то есть дают и продают его там в несколько раз выше, чем его можно, в принципе, купить. То есть задумайтесь, как круто люди делают бизнесы, тогда, когда они используют тот поток клиентов, который у них есть, и максимально их пакуют, создавая такие условия, что никуда не денешься, и все равно это покупаешь. И то же самое, я не знаю, как они это продают, ювелирки, например, потому что представить себе маржинальность 27%, которую ты оставляешь, это вообще ничего, учитывая, что у тебя еще есть расходная часть колоссальная, то есть это по-любому минус. Но завод берет и говорит, вы можете у нас купить сразу на 10 миллионов, например, да, это наша франшиза, наше оборудование. Или вы у нас можете купить на 8 миллионов, то есть классно вообще. Но это показатель, я опять-таки не знаю, продается это или нет, но с точки зрения вообще упаковки своего бизнеса и создания таких чеков в своем бизнесе, мысль очень правильная. Потому что даже если, ну в России, однозначно это продают огромное количество людей, и все равно находятся те, у кого руки чешутся, для кого 8 миллионов, там, это не такая сумма денег, и, ну, просто хочется этим обладать. И что интересного или неинтересного, ты узнала, собеседуя людей, как это происходило, где ты их собеседовала? Потому что сразу же в комментариях посыпалось, а как я буду приглашать человека, если мне некуда его приглашать? И вот 154 ограничения у людей, как это все происходило, поэтому поделись своим опытом. Это самое интересное задание, профильное для меня, поэтому тут я вообще никаких проблем не вижу. я не размещала вакансию, потому что липовая вакансия не заинтересует людей с застойным опытом, безымянная компания, без описания, без ссылки на сайт, поэтому я сама находила интересный резюме и обзванивала людей. И я нашла трех человек, которые очень хотят у меня работать, одна женщина даже отказалась от места работы, теперь я не знаю, как с ней быть. Мы разговаривали по телефону. Подожди, а давай вернемся к этому. Чем ты так заинтересовала людей? Это же тоже всегда проблема. Ты новичок, что-то новое открываешь, и вдруг ты так заинтересовала, чем ты приманиваешь... Причем опытного человека, который готов даже с другого места к тебе перейти. У меня есть два плюса. Первое – честность, и второе – это умение вести беседу. Я отвечаю профессионально с большим опытом, у меня уже построена речь, отстроены вопросы, и, возможно, на этом рынке, особенно где мелкие магазинчики, там подбор персонала вели. Ну, там сами тетенька с рынка открыла себе точку, ну, вот как умела, так разговаривала на немало. Ну, и часто кидали зарплаты людей, как я выяснила, в ходе беседы. Ну, видимо, по моей речи, они подумали, что это представитель какой-то серьезной компании, или там за мной что-то, или кто-то стоит, и мне можно верить. Но суть... Не в этом, да. Что мы проводили собеседование по телефону, это нормальная практика. Я постоянно на любую должность, даже сама, когда я искала, работаю на высокие должности, телефонное интервью, которое длится по 40 минут, по часу, нормально. То есть даже без видеосвязи, да? Да, без видеосвязи. Для меня вообще это в новинку, но возьмите себе на вооружение, потому что мы говорим все время о том, что мы живем в разных там городах, странах и так далее. И это очень круто, то, что если это в Москве практикуется, собеседование по телефону, это очень классно. Я даже представила себе, вот сейчас такой простой момент, когда человеку нужно в Москве приехать на собеседование. Ну, конечно, полдня. Все равно, да. То есть мы хоть и говорим, он может выделить на это время, но когда мы живем в маленьком городе, нам непонятно, что такое в Москве приехать, например, в другой конец города. То есть это как вот приехать там часик от 3. Ну, это как все приехали из других городов. Да, да, да. Примерно в Москве, да, да, да. Так, здорово, хорошо. Меня очень заинтересовала одна девушка, она есть как раз в том задании. Я написала, я сразу сказала, что это торговый центр, что это будущая торговая точка. Я даю, ну, выяснив, да, поговорив, что люди очень часто обманывают по зарплате, не выплачивают проценты. Хотя, вот если они не обманули, да, видели, вы видели, какие обороты с их слов они делали. В общем-то, они магазин не бедствовал. То есть им могли выплачивать обещанную зарплату, они невысокие. Я, ну, пользуясь опытом своего предыдущего работодателя, когда мы запускали новые магазины в Москве и в регионах, мы, чтобы привлечь продавцов с хорошим опытом работы, профессиональных, ищущих серьезную компанию, обещали им на время старта магазина на первые два месяца фиксированную заработную плату. И только потом, ну, у них есть задачи, план продаж на первые два месяца, они выходят на определенный оборот, и после этого они получают процент продаж. Точно такие же условия я пообещала кандидатам своими. Я их собираюсь выполнить, потому что это прежде всего в моих интересах. Мне нужны эти продавцы. И был, да, я рассказала, что нет магазина. В понедельник мы встречаемся уже с двумя кандидатками, мы приходим на место, я покажу, где я в магазин. Кандидатам, которые мне не были интересны, ну, то есть, в принципе, я при зиме понимала, что я не возьму этих людей ни при каких условиях. С этими людьми я говорила неоткровенно. Я, ну, чтобы они дали мне информацию, да, после первой фразы «не отфутболили меня, что разговор окончен», я представлялась будущим франшизным магазином, называла другой торговый центр, ближе к их дому, чтобы им было интересно продолжить саму рассказать. Но даже, ну, условия, да, проговаривала те, которые я собираюсь дать. И вдруг, да, вот люди, ну, они мне перезванивали, говорили, мы отказались от предыдущих собеседований, мы хотим работать у вас. Вот с этими людьми я буду разбираться, как-то мы уже… Ну, какой умный вход, честно говоря. Вот мне очень интересно сейчас на тебя посмотреть… Профессиональный HR. Профессионального HR. То есть я бы, честно говоря, никогда не додумалась, наверное, посмотреть, чтобы это было ближе к дому, назвать какой-то более удобный адрес, более удобный торговый центр. Это очень круто. А скажи мне, насколько люди… Вот писали в комментариях многие, что никто не выдаст информацию. Насколько люди открыты были с тобой на собеседовании и отвечали на те вопросы, которые ты задавала? Ну, конечно, напрямую в лоб сразу я об этом не спрашивала, они бы не сказали. Некоторые, уже пройдя такие неприятные для них собеседования, с неприятными условиями, они разговаривали со мной тоже очень неприязненно, ну, так, знаете, делая одолжение, грубо, но в процессе… Как интересно, да, люди на что надеялись? Говори меня работать, да? Да, типа такой, ну, что вы мне можете предложить? Ну, ну, давайте… Ну, я могу их понять, потому что они уходят по однотипным собеседованиям, с однотипными предложениями, которые их не устраивают. То есть они предпочитают, чтобы работодатель продавался им, а сами они не считают нужным себя продавать? Да, есть такой момент. Ну, это определенная, может быть, ленивость, пассивность у людей и… Скажи, пожалуйста, как HR? Ты считаешь, что у этих людей вот есть будущее в Москве? Потому что в Украине у них будущего нету. Они будут сразу посланы… Пи! Определенное будущее есть, потому что рабочие руки нужны, и всегда будут магазинчики, рынки, точки, такие полулегальные, где плохие условия работы, нечестные условия работы, и тогда туда будут брать тех, кто не сможет найти себе место в приличных компаниях. В приличных компаниях жесткие требования, там есть отбор по компетенциям, понятно, что нет такой компетентности, вялость, пассивность и лень. В приличной компании рассматривают людей активных, целеустремленных, клиентоориентированных и молодых, привлекательных внешне, в том числе, чтобы располагать клиента. Есть правила в продажах, нет симпатии, нет продажи. Может быть, поэтому их и кидают везде, потому что вопрос китка, всегда есть два мнения, например, две позиции. Есть у человека, который работает, он считает, что я работаю хорошо, меня кинули, а есть позиция руководителя, которому у меня, честно вам скажу, бывали такие случаи, когда я сотрудника, например, оператора нашего одного, я просто с ним рассталась, хотя он должен был уйти у нас в декретный отпуск, но целую неделю он делал видео, которое мы в результате залили, и после этого я, просмотрев его, удалила. И получается, я ему неделю платила зарплату за то, что он делал. Я уже видела, что он это делал, я не знаю, что происходило в его душе, он этим не делился, но он сделал говнопродукты, что я называю. У нас слетели там все дальше съемки, на мальчики начали демонтировать, еще что-то, но я, например, считаю, это, ну, как бы у него может быть позиция, я не хотела ему платить, честно. Сергей говорит, у нас есть принципиальное правило, со всеми сотрудниками расставаться хорошо, все, заплатили, до свидания. Вот чисто по-человечески, я не знаю, за что ему заплатить, учитывая то, что он просидел, он не сделал продукт, у меня слетела вообще вся сетка и все остальное, я считаю это краем как бы вот это. Как правило, если сотрудник хороший, классный, да, его не будут кидать, зачем? Его оставят, чтобы… Это золотая курочка, она несет яйца. Вообще всем обиженным сотрудникам и вообще обиженным предпринимателям, в том числе, всегда рекомендую начать с себя. То есть если ты обижен, что твои сотрудники плохо работают, значит тебе нужно перестроить систему, не систему мотивации или не мотивации, а вообще систему понять, может быть, тебе нужны другие люди, может быть, что-то нужно сделать по-другому. И то же самое, если ты обиженный сотрудник, и тебя все кидают, ты задай вопрос, а я вообще что делаю, насколько классно я выполняю свою работу, насколько я полезен, насколько я незаменим. Всегда необходимо стремиться становиться незаменимыми и руководителям в своем бизнесе, и сотрудникам. Тогда, во-первых, идет рост, если рост, то идет интерес, и, соответственно, все работает, все классно, и не стоит бояться. Даже если тебя вдруг где-то по каким-то причинам вы разошлись, тебя тут же заберут руками и ногами. Друзья, в последних выпусках девушки пишут мне очень много комментариев по поводу стиля, что вам нравится, как я одеваюсь. Я очень счастлива и благодарна вам за участие, потому что мне стали присылать теперь одежду и аксессуары. Например, эту сумочку прислала мне моя участница из программы «30 дней Бритмир Миловой», которая сейчас проходит. И она занимается изготовлением таких сумок, у них производство на Украине. Компания называется «Фассаж». Можете зайти посмотреть, очень классные сумки по доступным ценам и такой вот красивый аксессуар беленький. Сегодня, когда я выбирала свой лук, я подумала, чем бы себя оттенить. И тут сумочка «Анюс» пришла ко мне как раз вот в тему. Так что спасибо вам за это, следите за собой и будьте красивыми. И если вы хотите меня чем-то порадовать или вас что-то оформить, я буду рада это примерить. Сделаем даже такую новую рубрику. Смотри, получается, чтобы устроиться в хорошую компанию, сотрудник должен себя прежде всего хорошо продавать, правильно? То есть хорошая компания смотрит, как сотрудник себя подает и продает, правильно? Да. То есть если он себя не продает, не продает, нормально не презентует, его никогда не возьмут в хорошую компанию? Ну, учитывая, что у него еще из-за спины хороший опыт. Нет, мы об этом не говорим. Кроме того, что он сам по себе классный, он должен себя еще классно продавать, да? Ну, для каких-то должностей, да. Для каких-то, например, главных бухгалтеров. Ну, он не умеет на себя продавать, но я из нее выцарапаю то, что мне нужно. Ты вытаскиваешь ее компетенцию. Да, поэтому самое главное, чтобы она закрывала тыл компании, финансовый вопрос. Что в общем, исходя из всего этого, какие мысли пришли в свою голову? Не возникло ли у тебя желание, а ну его все? Нет, у меня такого желания нет. Ну, таких мыслей нет, потому что на кону стоит мы слишком много. Либо изменить свою жизнь, по типу, предъявляюсь, ну, либо остаться, но так же пропукивать ее нет. Деньги, да, мне говорили, что там я потратила деньги, так мне обдуманно влезло еще кто-то такие же суждения высказывает. Ну, справедливое, но это не та цена за вопросом для того, чтобы изменить свою жизнь. Это нет, ну, как бы не аргумент для меня. Эти все задания, они меня не то чтобы укрепили, но у меня есть определенное спокойное намерение. Потому что я вижу, что ворота есть даже у таких плохих продавцов, да, которые попадались мне на этапе собеседования. Пусть это была не их заслуга, но часто они говорили, что никакой маркетинговой поддержки в компании не было. То есть как продается, так и продается. И при этом им удавалось сделать, да, в темпе небе лежачего такие обороты, которые, ну, вот, я указала. А ты можешь эти обороты озвучить, чтобы люди услышали? Да, могу сказать, до трех с половиной миллионов, ну, в магазины подобного уровня. В доллары переведите, пожалуйста, что все было. Мы о рублях сейчас говорим. Три с половиной миллиона, подожди, это 50 тысяч долларов? Сейчас мне не... Или пять тысяч долларов? Не, не, 50. Не, не 50. 70 рублей, один доллар. Да, да, да. В общем, от миллиона рублей, да, там, начинающихся. То есть миллион рублей, это 15 тысяч долларов. Да, сейчас мы наблюдаем деградацию мозга. Здравствуйте, калькуляторы, компьютеры. Нет, 50 тысяч долларов. Задайте вопрос, пожалуйста, своим детям-первоклассникам, и они вам посчитают. Это почти 2 тысячи долларов в день. Я не рассчитываю на такие, в этом плане нет у меня таких ожиданий. Но есть расчет определенный, расчет, да, опять, кажется, с потолка взят, но, пожалуй. Но я намерена за первый месяц сделать хотя бы 500 тысяч рублей. И так постепенно. Ты сама будешь, да, в основном за прилавком? Нет, за прилавком у меня будет одна... Но она же уже провела собеседование. Нет, но все равно один человек не может все время работать. Да, один. Ну, во-первых, я нашла одну подменного продавца, он желающий. Она стабильно может работать 2-3 дня в неделю. И, ну, естественно, я сама по выходным буду 100%. У нее же еще работа есть, ты же помнишь, что она еще работает? Да, она же говорила, что возьмет отпуск на первое время, что он по выходным будет. Потому что это вот первые дни самые важные, ну, вернее, важно тебе самой понимать, побыть за прилавком, понимать вообще, какие вопросы задают, почему покупают, почему не покупают. Потому что продавцы могут тебе вообще искаженную информацию дать. Просто они могут плохо не так общаться, а тебе говорят, что просто никто не хочет покупать, у людей нет денег сейчас. Так, тогда у тебя открытие. Давайте скажем в числах, потому что я думаю, что на момент двух года... До ноября. Я думаю, самое позднее, 1-е ноября. 1-е ноября это самое позднее всего. Вот, 1-е ноября. Я предлагаю команде сейчас о себе немножечко рассказать, да, по несколько слов, напомнить. Да, не все же там видели вас там на собеседованиях. Хотя, почему не все? Все должны были смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить, да. Говорить, да. Можно говорить. У нас все по-настоящему. Да. Меня зовут Лилия Городня. В ангеле я еще олейник. Собеседование с вами проходило как раз за день до моей свадьбы. Да, да, я помню. Я SMM-менеджер. Работаю я SMM-менеджером в жилом комплексе. Фейсбуком я занимаюсь уже, могу уверенно сказать, на профессиональном уровне. То есть я умею настраивать таргетированную рекламу, я создаю рубрики для нашего жилого комплекса. Что ты для Светы сделаешь? Я думаю, что Света это больше история с Инстаграмом, чем с Фейсбуком. На кого мы будем направлять нашу рекламу? А это нам расскажет Юля, потому что она у нас как раз будет заниматься бренд-маркетингом. И думаю, что с точки зрения помочь точно определить целевую аудиторию, стратегически разработать, давайте, я думаю, это как раз такой очень хороший симбиоз. Меня зовут Юлия, я бренд-маркетолог, владелец брендингового агентства. Со Светой, прежде чем начать какие-либо... А из какого города, напомнился, Белая церковь? Белая церковь, да, приехала. Прежде чем начинать какие-либо работы, я бы определила целевую аудиторию. Это делает не столько маркетолог, сколько владелец. Потому что владелец будет потом взаимодействовать с этой аудиторией. Поэтому это ваша задача, определить портрет вашего идеального покупателя. А мужчины, разуме, не покупают? Покупают, но меньше, потому что они... У мужчин есть еще стереотип, что если уж покупать, то золотое. Но сейчас я вижу, что больше и больше мужчин подходят к таким серебряным магазинам. И... Беднее эти мужики. Либо беднее, либо женщина уже направляет. Да, вот как я, например, говорю своему мужу адрес магазина, артикул, время работы, цены. Вот так вот. Я думаю, что многие женщины... Подожди, давай остановимся еще раз. Как замотивировать... Вернее, как своему мужчине намекнуть... Тонко намекнуть. Тонко намекнуть. Тонко намекнуть о том, что вам нужно какое-нибудь украшение. Света, еще раз скажи, пожалуйста, по пунктам. Адрес магазина, часы, работы, артикул. Стоимость. Да, стоимость. Да, тоже можно ему... И фотографию еще приложить, чтобы не перекусал. И если вы терпеть не можете, какую-то коробочку, какого-то цвета. Вот Сережа очень так любил раньше, давно, когда он меня любил и дарил мне украшения. Он мог подарить мне в синей коробочке. Он знал, что я синий. Но потом мне пришлось его полюбить. Поэтому уточните упаковку, чтобы, знаете, изначально вы не увидели нечто такое, что вам не захотелось это открыть. Ваша работа, вы еще в этом не знаете, она у вас будет теперь ежедневной. Вы будете ежедневно. У нас сейчас все-таки говорят... Приезжать сюда. Приезжать сюда. Вы будете ежедневно общаться, созваниваться, иметь какое-то время, какую-то 15 минутку, когда сегодня есть интернет-век. Вот, когда вы будете коннектиться между собой, мне бы очень хотелось, чтобы те команды, которые у нас сегодня создаются, они работали сообща. Потому что те, кто уже командно работал, прекрасно знают, что для того, чтобы создать продукт, нельзя очень по отдельности действовать. Чем больше вы будете коннектиться, подбрасывать идеи, кто-то со стороны будет клиента смотреть, да, например, он в этой теме не разбирается, а вы такие профессиональные. Но зато он стоит как клиент и понимает, что вы такого напрофессионалили, что он ничего не понял, да, ничего не соображает. Поэтому у вас сейчас как раз формат вашей команды, он будет, ну, все это будет происходить уже за кадром, скажем так. И это будет для вас, это поддержка для вас, с одной стороны, для Светы, конечно, самая большая, и для вас возможность вырасти и попробовать себя в чем-то новом. Потому что я говорила о предыдущей команде и повторюсь с вами, если вы сюда пришли, то вы пришли сюда не только с целью там помочь Свете, вы пришли сюда с целью вырасти самостоятельно. И, соответственно, вы можете и должны, как мне кажется, проявлять то, что вы раньше, может быть, боялись проявлять, что-то пробовать. Как-то, ну, смотреть, знаете, очень часто, когда мы работаем с клиентом, клиент настолько сильно загоняет нас в рамки постоянно, что в результате мы делаем продукт и думаем, блин, зачем? Я в свое время сделала, пошла на смелый очень шаг и придерживаюсь его по сегодняшний день. Что у меня, если ко мне клиент пришел, то, соответственно, я считаю, как бы, в общем, я беру и делаю так, как я считаю. Я, безусловно, прислушиваюсь к своему клиенту, но если я понимаю, что я в этом сильна и что результат в итоге, я могу за него отвечать, то я могу с клиентом согласиться ровным счетом со всем и сделать совершенно другую историю. Это происходило у меня со свадьбами, это происходит у меня везде. У меня были такие проекты, когда заходила невеста в зал и говорила, золотые стулья. Это вообще моя свадьба? Такая, интересно, я говорю, да-да, все нормально, потом зайдешь. И я считаю, что это самое классное, поэтому, Света, ты должна тоже этот момент понимать. У тебя очень хорошие девочки, и сейчас, кстати, и мальчики есть. И еще расскажу об одном человеке, который, скорее всего, добавится в твою команду, он находится в Москве. Он буквально пару дней назад объявился. Как раз мы с Сергеем, когда обсуждали и отбирали команду, мы как раз говорили о том, что неплохо было бы такого человека найти. И человек нашелся. Вот, поэтому вы должны понять, что все самое классное, интересное будет у вас происходить именно в таком симбиозе. Я думаю, что в следующий раз, когда у нас будет уже какая-то встреча, вы уже будете все очень такими близкими людьми. Так, и мужчина наш, серьезный. Да, меня зовут Валерий, я работаю руководителем группы, то есть продажи, управления. Валерий, чем вы можете быть полезны, как вы считаете? В продаже. А наш продукт, бижутерия, прошение, он решает какую-то проблему нашего клиента. Мне нравится, как он говорит, наш продукт. Мне тоже сразу же это вреду. Вот очень правильно. Вот знаете, бывает, приходишь в магазин, а продавец, спрашиваешь, а вот у вас вот это как? Он говорит, ну у них это вот, я говорю, у кого у них? Он говорит, ну это же вот та компания, которая делает вот у них. Я говорю, ну вы же вот. Сережа последний раз чуть не увидел. Да, я же говорю, вы же продаете. Вы что, здесь сюда просто зашли, просто посмотреть? Вы говорите, у них. Вы же здесь работаете, это у вас. Валерий, а можете ли вы быть полезны, например, в создании каких-то скриптов, каких-то вещей? Да, я знаю, потому что, ну я начал говорить, зачем? То есть нужно понимать, что наши цели будет, нужно понимать, какие мы воли закрываем наших клиентов. Потому что это, во-первых, я уже вижу, что это не бедные люди, как бы сказать. То есть им нужно украшения для подарков, либо для какого-то статуса, какие-то мероприятия посещать. Ну сегмент достаточно доступный, средний такой. То есть эти люди будут покупать не просто, а выкупить, а для каких-то определенных целей. Нужно для выхода куда-то. Быть красивой, у женщины всегда одна цель, быть красивой, порадовать себя. Нам важно такого клиента как бы подсадить на нас, озвучивать, что у нас спиритически бывают новые коллекции, да, обращивать у этих людей контакты. Этим людям потом можно самим обзванивать. Там, Марка Петровна, добрый день, у нас тут вышла новая коллекция, пожалуйста, приходите, посмотрите. Лучше присылать что-нибудь. Я все-таки на обзвоны плохо женщины реагирую. Мы вчера с Сергеем проходимся по улице, ребенка забирать. И такая идет женщина, да, я не знаю сколько лет, в такой большой шляпе, в таким красивым шаппом. Ну ей легко лет за 60, нормально. Вот, и она такая идет, и она говорит, молодые люди, а вы знаете, что там концерт. И мы такие бежим, естественно, с своим темпелом, ребенка забирать, следующее, да, да, все, теперь. И мы такие, мы такие, ааа. Потом проходим, я останавливаюсь, поворачиваюсь, есть след, и смотрю на эти ее поля, как она поплыла. И я говорю, Сергей, я обязательно буду такой же старушкой, такой красивой, которая так вот вышла, я продумала этот шарфик, может она даже была на каблуках. В общем, честь и хвала. Если у меня вдруг случайно, может быть ваша бабушка, есть такие подписчики, скажите мне, пожалуйста, обязательно, я вообще восхищаюсь такими вот, леди, леди. Да, она прям богиня такая. Да, у нас с коляской вышла, все, грязная голова, некогда голову помыть, все, а тут бабуля поплыла. Сегодня у нас снова в гостях Иван Каунов, основатель сервиса WebMap. Очень классный сервис учета финансов для предпринимателей. Знаете, я чем больше с ним знакомлюсь, с этим сервисом, ну и с Иваном тоже, тем все больше понимаю, насколько это классная штука. Потому что, например, когда я веду свой учет в какой-то таблице Excel, то она у меня, эта таблица на компьютере, например, да, и я потом где-то нахожусь, нет рядом компьютера, я ничего не могу ни увидеть, ни занести туда ничего. А потом, пока там у меня произошли какие-то там изменения финансовые, я возвращаюсь в компьютер, уже забыл, какие-то там изменения произошли. Чем хороший онлайн-сервис? Тем, что ты можешь опользоваться из телефона, из компьютера, там, с планшета, и в любой момент времени вносить туда изменения любые, да, которые сразу же отображаются везде. И точно так же я, ну, вижу, причем мало того, что я могу, еще могут мои сотрудники. То есть каждому сотруднику я назначаю определенный уровень доступа. Если у меня там несколько сотрудников или несколько точек продаж, то есть у каждого все ведут свой учет, и все это вот получается такой хаос, если в таблицах вести, то это просто капец. Поэтому они сделали такой сервис, в котором это все очень просто сводится, и мы в любой момент всегда можем понять, сколько у нас вообще, сколько мы зарабатываем, где у нас деньги, у кого они сейчас находятся на руках, куда они там, кто их кому передал, и все это очень прозрачно и всегда в любой момент видно, там, с телефона, с компьютера, неважно. Я думаю, что каждый, кто занимается бизнесом, должен таким сервисом пользоваться. Расскажи о проблеме, о которой ты хотел рассказать, каким образом мы знаем, сколько денег можно вынуть из бизнеса. Вот это для меня всегда загадка. Сейчас Иван расскажет, каким образом мы с помощью его сервиса сможем узнать, сколько денег мы можем выдернуть в данный момент из своего бизнеса без ущерба для бизнеса. Без ущерба же. Все верно. Потому что выдернуть-то я могу все, только что будет с бизнесом. И очень часто встречаем разного формата ошибки, когда люди понимают, думают точнее, что если на конец месяца у нас на счету есть определенная сумма, и мы рассчитались со всеми зарплатами, то можно это забрать к себе как прибыль. Да. Но это не так. Кстати, Оля так всегда и думает. Она когда видит за деньги, она говорит, о, у тебя есть деньги, давай сюда, пошли сапоги купим. Но это не совсем правильно. Потому что наверняка у вас есть какие-то плановые платежи в будущем, и есть финансовый календарь, который поможет вам запланировать эти платежи и понять, какие у вас остатки будут на счетах, если произведете определенные расходы, доходы. И самое главное, там есть специальный отчет, который показывает рентабельность компании. И по нему четко понятно, сколько вы заработали в каком месяце. Осталось только посмотреть, есть ли у вас эти деньги на счету или нет, и если нет, выбивать их из своих клиентов. Мне кажется, вы только в одном случае не будете пользоваться этим сервисом. У вас плохая рентабельность, и вы не захотите этого увидеть. А если у вас есть какая-то рентабельность, если вообще у вас есть какой-то бизнес, и он приносит, и вы не боитесь узнать свои реальные показатели, реально, да, посмотреть на бизнес, на свой без розовых очков, а как он есть. Потому что цифры, это вот нам показывают, ну если можно думать все что угодно, но цифры, они не врут, понимаете, цифры все показывают, как всю картину. Вообще любой бизнес, это прежде всего цифры. Если вы не смотрите на цифры, то у вас, считай, нет бизнеса. Вы просто так, дилетант, просто играетесь. Поэтому, если вы хотите заниматься бизнесом профессионально, вы должны погружаться в цифры. И вот это погружение, как раз сервис FinMap, он делает таким максимально комфортным и наглядным, да? Понятным и простым. Понятным и простым. Поэтому вот под этим видео есть ссылка, вы на FinMap прям переходите и регистрируетесь. А когда через две недели бесплатного пользования вы поймете, что непонятно, как вы жили раньше без этого сервиса, Иван дал нам для зрителей нашего канала специальный промокод. Он называется Зажигалка, мы его там написали рядом со ссылкой. По этому промокоду вы получите скидку 10% на покупку, на аренду этого сервиса. Приходите, пользуйтесь, разбирайтесь, потому что там надо немножко разобраться. Но все, когда вы потратите 10 минут и разберетесь, все очень просто и понятно. Правильно? Все верно. Так, переходим по ссылке и регистрируемся. Мне кажется, очень классная команда сейчас. Света, скажи, что они плохие услуги. Нет, ты классная, я очень благодарна и очень рада, спасибо. А скажи, пожалуйста, мы говорили с тобой в прошлый раз о том, что все-таки с твоим названием, да, вот с твоим позиционированием ты говорила, что я хочу продаваться от имени там завода под их брендом, что ты по этому поводу вот сама думала? Ну, я подумала над вашими словами, я думаю, что вы правы, я не буду афишировать бренды, потому что на самом деле их практически никто не афиширует. И здесь, если я не буду называть их, то у меня будет оставаться маневр для ценообразования. И плюс к тому, ну, даже если кто-то выяснит, да, там, по фотографиям производителя моего украшения, заводы, которых я намереваюсь покупать, они продают только оптом. У них нет розничных цен на сайте, и цену реально закупочную найти невозможно. Он даже простой покупатель розничный не получит доступ к сайту практически ни одного производителя. Тем более, конечно, это очень, кстати, молодцы заводы, что они так делают, это очень правильно. То есть ты будешь развиваться под собственным брендом «Серебряная шкатулка». Да, может быть, я его когда-то переназову, но пока пусть будет так. Не важно вообще, я считаю, как он называется, главное, чтобы люди запомнили твои клиенты, чтобы они помнили «Серебряная шкатулка» и все. Правда? Если людям важно знать, ну, быть уверенным в качестве этого. Я не буду сперывать. На каждый завод этикетка Лайбл завода должна оставаться, да, я так понимаю? Просто там в комментариях был, мне кажется, отдельный совет от человека, который реально был опыт, и он писал, что у них там есть две этикетки, от завода и от нашего бутика. Скажи, пожалуйста, как ты отреагировала вообще, вот затронули тему, Валера затронул тему комментариев, как ты отреагировала на те комментарии, которые тебе писали? Какое твое мнение? Ты читала вообще? Нет, я не читала и не отреагировала, но я это сделаю. А почему ты не читала? Я отлично. Я побоялась посмотреть. Какие мысли у тебя были, когда ты возвращалась от нас в прошлый раз? Не было какого-то расстроенного состояния такого, что мы тебя не расстроили? Нет, чтобы нет. Я была расстроена тогда в прошлый раз. Ну, в целом, поездка для меня была стрессом. У меня на границе был инцидент с пограничниками. Я очень рада, что я приехала к вам. И, ну, вот нисколько, да, вот одна фраза, конечно, спусковым ключком стала фраза, Сергей, ты выпрыгнула без парашюта. Но я так не думала, я до сих пор так не думала. У меня нет такого ощущения. Я считаю, что я просто шла по одной дороге в жизни, теперь я просто перешла на другую. На любой из них будут трудности, там, с ФТКшки, все что угодно. Но я не вижу никакого фатального конца. Я просто был непонятен, ну, почему ты выбрала это, да? Ты просто говоришь, я подумала, что вот это будет, наверное, востребовано. Ну, мне это нравится, да. Я действительно не вижу. Ну, я смотрю еще там других предпринимателей, ролики на Ютубе, да, каналы. Там вот есть мультимиллионер и даже он миллиардер, Оскар Хартман, да, может быть, вы слышали. Да. И, ну, вот его смотрю ролики, там, других предпринимателей. И никто не может вот четко, да, сказать, как выбирать нишу. Ну, или они предлагают какие-то варианты, которые, например, мне... Не, ну, знаешь, есть какие-то вещи. Ну, люблю, компетенция есть, еще какие-то, да, штуки. Здесь, ну, я ничего не увидел связи. Здесь отличный тренинг, который прям вот четко отдает ответ. Да, 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 технология выбора ниши, да. А был выбор, где каких-то ниш? Да, конечно, нет, был выбор. Я хотела открыть сначала кофейню, мини-кофейню, офис с собой. То есть это не совсем был бы остров, это все-таки такое закрытое помещение, где был выходным. Я хотела бы проводить для детей такие... Ну, вот родители могут сдать ребенка. Там, в это время с ними можно выпекать, не стоит печенье какое-нибудь... Подожди, но это требует... Кофейню открыть требует денег, нормальный денег. Вот, а смотри, ну, например, я о чем сейчас думаю? Вот я бы на твоем месте, да, с чего бы думал? Ну, хорошо, кофейню открыть денег, там, это открыть денег. Как, что я могу открыть без денег? Ну, в чем твоя компетенция? Твоя компетенция, это классный HR-специалист, да, с большим опытом, с компетенциями и так далее. Почему, например, не открыть компанию, которая по подбору персонала? Я, во-первых, я не могу, я не умею создать такой бизнес, у меня нет таких вот интеллектуальных. Наработок, возможностей, чтобы открыть бизнес. И я сама себя не распиарила, чтобы решили, и более того, причать тема, она мне уже претит. Я не хочу, я себя... Тебе не нравится этим заниматься? Работала с себя, да, пожалуй, ну, может быть, это уже выгорание или усталость, но эта тема мне больше не интересна. Я взяла из нее, что могла, и теперь я хочу это использовать для себя лично. Знаете, это такая интересная история. Я очень много сейчас мне пишут девочек уже из разных тем, которые кто-то там, я шить одежду начинаю. Ну, люди, которые достигли статуса заработка в каком-то деле очень неплохого, и которые хотят поменять это полностью. И когда я включаю здравый смысл и говорю, ну, посмотри, ну, зачем? Они говорят, я не могу, и я очень хорошо понимаю всех, потому что у меня то же самое было в свадебной теме. То есть, когда я оказалась на вершине, ну, очень высоко залезла, с очень большими чеками, со всем. У меня буквально, я думаю, что если бы я не закончила, то у меня бы началась какая-то онкология просто, потому что я настолько не могла там быть, то есть у меня все, нос, кровь, рвота, все что угодно. То есть, настолько ты доходишь до какой-то части, и я, вот поэтому оно со стороны кажется необъяснимым и дебильным. Вот оно выглядит по-дебильному, реально. Я когда слушаю, думаю, ну, ты, Сережа, реально сказал, очень классный бизнес, ну, вот с HR, с твоей профессиональной, как бы, подготовкой. То, как ты говоришь, ты говоришь, я недостаточно умна, да ты потрясающая. Да ты, то, как ты говоришь, то, как ты в этих вопросах разбираешься, то, как ты уже провела собеседование, ты очень крутая в этом. Поверь мне, я многих людей видела, у меня HR работали, я бы тебя забрала, как бы, ну, скажем, на такую должность, да, мне бы даже не дрогнуло, там, если бы мне нужен был классный HR, какую бы зарплату ты не запросила, я бы тебе ее заплатила. Но вопрос в том, что ты пошла сейчас, потому что ты хочешь, потому что ты решила сменить, потому что ты там не можешь, я тебя очень хорошо понимаю. И я сейчас на второй нашей встрече могу сказать, что твоя уверенность сейчас, твое состояние, я не знала, как я тебя, в каком виде я тебя увижу внутренне, дает мне на сегодняшний день все основания полагать, что у тебя все получится, что у тебя все получится, потому что ты очень зрелая, ты очень зрелая, то, что ты понимаешь, насколько важным и ценным является по сравнению с теми же деньгами возможность что-то изменить и пойти другим путем, Света, это дорогого стоит. Иногда я не могу через эти стены пробиться к огромному количеству людей, а ты это понимаешь, и ты понимаешь, что да, это деньги, да, может быть по-разному, но почему-то мне кажется, что в твоем случае все будет очень классно. Спасибо, благодаря вам, кто-то очень. Мы в Москве нашли тебе фотографа. Класс, у меня уже есть идеи, как вы хотите. Вот, мы нашли тебе фотографа, причем, мне кажется, очень хорошего, командного, и человека, который очень хочет поучаствовать в проекте, и который очень хочет поработать в команде. Здравствуйте, меня зовут Вера, мне 26 лет, я живу в Москве. Работаю я фотографом, и очень-очень-очень хочу к вам попасть в команду. Очень хочу попасть на эту волну, чтобы вместе с вашими участниками наблюдать. Я хочу вот наблюдать и вдохновляться ими, как они вот стараются, ищут себя, вот пробуют, и вот пытаются, барахаются ножками для того, чтобы достичь своих целей. Мне это очень нравится, мне это очень вдохновляет. У меня у самой есть цели, я хочу купить квартиру. Маленькая предыстория. Я сама с Киевом. Почти 6 лет назад я вышла замуж за москвича и переехала в Москву. Недавно я ушла от мужа и поставила себе цель, что я хочу купить квартиру в Москве. И планирую я это сделать именно на фотографии. И сейчас я вот в обдумывании, как это сделать на моей профессии в максимально короткие сроки. Я себе поставила срок 3 года. И я думаю то, что общение с новыми людьми, которые тоже хотят чего-то большего, мне будет очень на пользу. Я надеюсь то, что я тоже смогу их и вдохновить, и помочь, и сделать очень классные фотки. И все, что от меня потребуется, я все буду делать, потому что я очень-очень сильно хочу. Буду очень рада попасть к вам в команду. И даже если вы мне дадите возможность просто прийти к вам на собеседование, я очень постараюсь не трогать этот шанс и сделать все возможное, чтобы к вам попасть. Спасибо большое. У Света сейчас задача как открыться. Она вот-вот это открытие произойдет, ты должна закупать товар, готовиться как-то. То есть у тебя сейчас такие насущные проблемы, которые связаны с открытием. И команда должна помогать тебе паковаться, развивать соцсети и так далее. Скажи, пожалуйста, ты определилась уже с выбором CRM-системы, каким образом будет вестись весь этот учет-продаж? Ну это же тоже история большая. Да, но это серьезный учет, иначе ты там потеряешься моментально. И сейчас нужно будет заводить весь товар. Не думала над этим? Нет, ну я разговаривала с бухгалтерской фирмой, на онсорсинге работаю, они будут мой счет. И 1С, ну это весь двух учет, на чеки, а это будут, берут они на себя. Ага, класс. Я считала, что как бы в 1С попадает, можно выбросить по проданному товару, по непроданному. Но еще, ну пусть мне такой несколько, такой сопливый способ, просто тетрадочки как фиксирует проданец. Не, ну смотри, дело в том, что товар все время приходит, все время уходит. Деньги приходят, ты их забираешь, и вот это движение постоянно происходит, и ты очень быстро запутаешься в этом. Не совершайте вот этой ошибки изначально, какой бы бизнес вы ни начинали, делая хаос в своих финансовых отношениях. Вот, потому что первое, будут воровать. Если есть возможность своровать, своруют обязательно. Руслан, привет тебе. Вот я недавно встречалась со своим фитнес-тренером, пересеклась, и он поделился со мной как раз историей. Он занимается, у него тоже сервис с едой. И до какого-то времени все как-то развивалось-развивалось, и тут пошел резкий рост, когда он уже перестал успевать контролировать кухню, ну вообще все подряд. И он поставил на финансовую часть, на закупку продуктов, да, как бы и продажи поставил человека знакомого. И ушел в первый месяц в минус. Ну то есть очень жестко начали воровать. Хотя как бы, ну вот, поставил, и долгое время они начинали вместе, оказывается, там несколько лет работали. Поэтому есть очень простое правило. Если можно украсть, вас обязательно украдут. Соответственно, задачи, то есть, и это не надо говорить, что они плохие. Ну вот, это пробел в вашей системе. Мы сейчас не берем этические нормы там людей. Мы берем момент того, что когда лежит, реально рука чешется. Я вам честно скажу, я очень хорошо помню в шоу-бизнесе голодных женщин, ничего не надо говорить. Когда, знаете, попадаешь в какую-то гримерку, и там стоят там холодильник, и там какие-то консервы стоят вкусные. Обязательно кто-то сопрет эту консерву. Ну ты думаешь, как? Ну она же тут лежит, она, наверное, никому не нужна. Ты находишь 154 оправдания, вот почему ты можешь это взять. Поэтому вы, какой момент, если вы даете гримерку, и не надо оттуда брать консервы, не оставляйте их там. Вот куда девается еда из моего холодильника. Соответственно, тебе сейчас и всем, если кто-то начинает бизнес, нужно обязательно, если кто-то продает, и есть момент поступления товара розницы, это жесть. Это вот так, туда куча приехала, потом что-то уехала оттуда, то купили, то решили потом поменять. Ты решил этот товар отдать. Все это должно вестись, и ты сейчас должна этим вопросом. Хорошо, что у тебя есть люди, которые компетентны в этой отрасли, но тебе нужно изначально все поставить на поток. Я тебя умоляю, никаких тетрадочек. Никаких тетрадочек с тетями-продавцами, потому что потом ты ни тетрадочку, ни тетю, ни те каракули, ничего не разберешь. И тетрадочка куда-то исчезнет. И тетрадочка случайно испарилась. Вот, поэтому, чтобы неплохо не думать о людях, мы всегда с Сергеем говорили так, чтобы плохо не думать о людях, мы поставим камеры, мы поставим кассы, мы поставим учет, и все. И тогда мы будем точно знать, а что, если что-то пропало, а человек этого не брал? Ты о нем плохо думаешь. Ты уверен, что он украл? Вот недавно я думал, что у нас украли карту памяти. Классную от фотоаппарата. А я просто наводила порядок, и выбрасывала липкую ленту с мухами, и заодно с картой. Прилипла к этой ленте. Смотрите, значит, давайте сейчас посмотрим, в какой момент мы встречаемся. Ты сейчас должна запуститься. Для того, чтобы запуститься, у тебя огромное количество дел. Вы с ребятами занимаетесь сейчас разработкой твоего брендинга, все, что тебе для этого нужно. Вы будете заниматься съемками в процессе. Вы будете заниматься настройкой рекламы, выходом. Вы будете заниматься продажами, скриптами, в общем, всей этой красотой. То есть у вас сейчас работа просто не в проворот. И я думаю, что как минимум, как минимум, да, у нас недели три, а то и месяц, это будет вашей внутренней работой. Что я хочу попросить от вас? Я очень хочу, чтобы вы записывали иногда, Свет, тебя касается в первую очередь, когда ты откроешься. Мы очень хотим увидеть, как будет выглядеть твой остров, твой магазин, видеообзоры на телефоны. Я хочу, чтобы вы записывали иногда свои конференции, которые вы делаете. Хотя бы немножко, чтобы мы видели какие-то отчеты, части, что происходит. Чтобы вы не исчезли просто на месяц, а чтобы мы какие-то от вас получали обязательно фидбэк. Может быть, у вас будут какие-то вопросы к нам, какие-то пожелания. Мы хотим увидеть вашу внутреннюю работу в том числе. И я думаю, что все самое интересное начнется, когда ты запустишься. Пройдет пару неделек с этого момента. И тогда нам уже будет о чем поговорить. Потому что тогда у нас решатся одни проблемы и появятся новые. И мы уже будем понимать, в чем будет сейчас наша конкретная помощь. Для того, чтобы мы могли это все налаживать, отстраивать. У нас уже появится продукт. Потому что пока что у нас стадия его формирования. Мысли... Я хочу 10 тысяч долларов в день, чтобы у тебя было. Я тоже. Первые несколько дней я бы вложился в маркетинг, какую-то сумму нормальную. Для того, чтобы окрестные люди просто узнали о тебе. Сейчас задача поработать над интересными, над розыгрышами всевозможными. Чтобы людей собирать контакты. Чтобы подписывать их в инстаграм. Не пренебрегайте этим способом, который мы делали в рознице. Он работал лучше всего. Когда мы человеку изначально говорим, нужно подписаться на наш инстаграм. Берем его телефон и подписываем его на наш инстаграм. Или просто берем его телефон. То есть, как бы вот эти вещи все, они очень хорошо работают. Люди очень любят до сих пор у нас что-то выигрывать. И вот когда они проходят и видят, что они это могут выиграть, они с легкостью оставляют. Инстаграм очень классная тема, потому что он живет у нас. Мы его все равно листаем, мы его все равно видим. То есть, сейчас вот тебе нужно с ребятами максимально все проговорить, продумать. И самое классное это внедрить. Я предлагаю нам сейчас на этом закончить. А вы остаетесь и уже общаетесь так, как вам комфортно, удобно. Для того, чтобы у вас сегодня ваша первая рабочая идея. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, как тебе сегодняшняя наша встреча? Знаешь, мне очень нравится настроение Светы. И у меня самого укрепилась уверенность, что у нее все получится. Потому что тогда я думал, ну блин, так жалко. Такая хорошая девочка, да? Да, хорошая девочка. Полтора миллиона кредитных денег сольет сейчас и все. Сегодня как-то вот, знаешь, уже, ну наверное, вот ее уверенность все-таки мне передается. Она так уверена в том, что она делает. И спокойно достаточно. И поэтому, наверное, ну мне, ну почему-то мне кажется, да, больше шансов, чем было в прошлый раз. Слушай, ну как-то, мне кажется, еще идеальная команда такая подобралась. Какая-то вот такая правильная, симбиозная. Но единственное, конечно, мне кажется, это вызов. Такое вообще маленькое количество времени и уже все запустится. И я так немножечко, конечно, по этому поводу переживаю. Мне кажется, это ты виновата во всем. Потому что, когда она начала говорить, это мой, это шанс мой изменить свою жизнь. Я что-то, я что-то, я узнал что-то знакомое. Потому что столько людей, когда тебя смотрят и пишут эти комментарии, говорят, Ермилова нас заставила подорваться, изменить свою жизнь. Это не я, это все там, это все там заставляет меня это говорить. Но они же меняются, ну посмотри, как у нее светятся глаза. Не, она классная, да. Я сегодня поняла, что, блин, у этой девочки все получится, потому что она реально верит в это. И, ну, в конце концов, блин, мы с тобой встали, знаешь, я заметила, такие в бизнесе слишком осторожные. Да, да, да. Но в конце концов, блин, там вообще ничего нельзя делать. Вообще ничего нельзя делать, потому что везде конкуренция, везде все, везде уже все, все есть. Мы их стали пугать, пугать людей. Да, да, да. Она молодец, она не боится рисковать. Не боится. И это очень круто. И мне очень нравится, что вы тоже нас смотрите и тоже не боитесь рисковать, и все больше людей подрываются, и все больше пробуждается. Ребята, это так круто. Света сказала очень правильную вещь, что это мой шанс изменить что-то в своей жизни, и это не та цена вообще страха, то, что я имею, поменять на то, что я хочу получить, хотя бы эту возможность, я готова за нее заплатить. И, как говорится, кто не рискует, тот не бухает. Я не знаю, после этого надо поднять, наверное. Я даже думаю, вы поставите мне бутылку свою с водкой, что ли, из кармана. Слушай, ну я думаю о чем? Я думаю, что сейчас очень правильным будет решение все-таки настроить рекламу, да? Смотри, когда мы обсуждали, вот я понял, что. Я понял, что очень важно, чтобы все жители района, которые возле этого торгового центра, узнали о том, что она открывается и каким-то образом их привязать. То есть те люди, которые уже ходят в этот торговый центр, они должны заметить, что она там появилась? Во-первых, они должны заметить те люди. Во-вторых, которые вокруг живут и не ходят, они должны узнать, что все равно там это открылось. То есть ты хочешь, чтобы она гнала трафик всему торговому центру? Нет, себе. Ей нужен трафик себе. И мне сразу, я почему? Я сразу начал думать, потому что сейчас как раз провожу этот тренинг «Технология неизбежных продаж», на котором мы настраиваем, ну учим вообще людей, как продавать через интернет. И у меня сразу столько вариантов возникло, как настроить вот ей, не продавать через интернет, но она через интернет может получить много трафика в свой физический магазин. И я подумал, что дополню там еще этот тренинг, тем, ну, кроме Фейсбука, сделаю еще там отдельное занятие, где мы научимся, потому что я понял, что там нужно подключить Яндекс.Директ, надо подключить Google AdWords, надо получить ВКонтакте, подключить. И Фейсбук, Инстаграм, конечно. И вот все это нужно дать именно по окрестным жителям, там в радиусе полкилометра от этого торгового центра, чтобы все люди просто… у них не осталось шансов просто не прийти в этот магазин. Слушай, ну я не знаю, кстати, что ты там на этом тренинге рассказываешь. Но я дополню, я просто подумал, что чем его нужно дополнить. Куча людей мне пишет о том, что никто так доходчиво не умеет объяснять вот такие сложные, дурацкие вещи, особенно для девочек, как ты. Классно. Что ты делаешь с девочками? Я с девочками много чего умею делать. А ссылочку на этот тренинг и на то, что умеет делать Сергей, я оставлю внизу. А у нас время заканчивается, дорогой. Ты не проплатил дальнейшую рекламу, поэтому… Я заплачу потом. Можно потом? Нет, потом, дорогой, ничего нельзя. Друзья, не будем тратить больше вашего времени. Я думаю, что вам есть над чем подумать. Обязательно пишите нам свои комментарии. Может быть, да не может быть, а сегодня однозначно. Тренинг еще идет. Вот, еще можно попасть. А кто… У меня нету крови нигде. Так вот, друзья, фух, наконец-то, одной вообще быть хорошо. Я напоминаю вам о том, что вы можете подписаться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Уже со следующих выпусков с нашими героями, у которых было знакомство в командах, вы начнете видеть, как мы будем знакомить их с экспертами, как мы будем заниматься и наблюдать уже за тем, что у них происходит, потому что Света конкретно запускается, у Оли уже начинаются активные процессы. Кстати, не забывайте, что в социальных сетях нужно и можно подписаться на девчонок и следить за ними. Ну и, естественно, как я уже говорю вам всегда, пишите, пишите нам и пишите. Рекомендуйте, советуйте, давайте свое видение и обязательно подбадривайте участников, потому что они достойны уважения, они красавцы, они уже меняют свою жизнь, и вы можете сделать это точно так же. Для того, чтобы стать участником нашего шоу или, возможно, стать членом команды, вы хотите, пожалуйста, заполняйте анкету, которая вот здесь находится под видео, и мы обязательно вас увидим. И, конечно же, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашим видео, чтобы наши видео показывались, их видело большее количество людей. Ну и мы с вами собирали вокруг себя классную аудиторию. Мне безумно приятно, что вы приезжаете, что вы знакомитесь между собой, что вы создаете новые отношения, и что мы с вами не смирились, что мы с вами не ждем, что кто-то что-то сделает за нас, а делаем все сами, даже избавляемся от мужей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok